На могилу к Пригожину пришла жена самого известного из его двойников. Так кого же всё-таки похоронили? И где сейчас семья настоящего главаря Вагнеровцев? Об этом и не только мы будем говорить сегодня с Сергеем Жирновым, бывшим сотрудником КГБ СРСР и службы внешней разведки РФ. Сергей Олегович, здравствуйте. Здравствуйте, Анастасия. Привет всем нашим зрителям со всех концов земли. У нас их много. Больше миллиона просмотров собрало видео, где вы с моим коллегой Игорем разбираете версию о том, что погиб не настоящий Пригожин, а якобы его двойник. Ну и, видимо, эта история имеет продолжение. К могиле Евгения Пригожина в Петербурге открыли доступ для посетителей. На кладбище разместили указатели, как пройти к могиле главы ЧВК Вагнер. И вот утром 30 августа у могилы заметили жену самого известного из его двойников. По данным РосСМИ, это супруга Леонида Красавина, Ирина. И пишут о том, что она якобы была в очень подавленном состоянии. Попрошу сейчас показать фото, даже видео, как пишут, что она вот в чёрном как раз. Что вы скажете об этом? Почему нет настоящих родственников Пригожина? И всё-таки, что срабатывает ваша версия о двойнике? Да, вы знаете, это я тоже видел. Вот видео я, правда, не видел, я видел сообщение об этом деле. Да, наше видео с Игорем, кстати, набрало больше миллиона 700 тысяч просмотров. Вот мы его сделали срочно, потому что, когда я прочитал сообщение Следственного комитета, меня удивило то, что Следственный комитет просто обыкновенным русским языком не сказал, что. Да, установлено, что вот тот самый Евгений Викторович Пригожин, о котором все так давно говорили большевики, значит, скончался, погиб в этой самой катастрофе. Они написали, что проведена экспертиза, и ДНК этих десяти человек, которые, значит, там установлены, оно соответствует заявленному списку. В списке значился Евгений Пригожин. И, казалось бы, и все, кстати, люди, которые не очень знакомы с историей Пригожина, они все сказали, что Следственный комитет подтвердил смерть Пригожина. Следственный комитет никакую смерть Пригожина не подтвердил. Он подтвердил, что список из десяти человек, который был представлен авиационной компанией, вот ДНК соответствовал этому списку. Но они забыли сказать, что в Российской Федерации существует вокруг Пригожина четыре человека, которых звали Евгений Викторович Пригожин. Все четыре человека работали на «Вагнер» и на компании Пригожина. Один из них настоящий. И три человека, которые сменили свои фамилии по просьбе Евгения Викторовича Пригожина. Леонид Николаевич Красавин, Руслан Юнусов и Дмитрий Алексеевич Алексеев. Мы их знаем поимённо всех. Потому что, понимаете, когда вы меняете фамилию, вы должны пройти церемонию через суд, а все судебные решения в Российской Федерации публичные. Их нужно опубликовывать. И вот когда люди меняют фамилии, это всё можно найти в архивах судов. И таким образом BBC в своё время сделала очень большое расследование и нашла всех этих троих человек. Больше того, на них, кстати, мы знаем, что существуют паспорта. То есть если люди прогуглят, то могут найти даже фотографии каждого из этих людей. И в частности вот этого Леонида Николаевича Красавина, про которого говорили, это самый известный человек. Почему он самый известный? Потому что, во-первых, он физически похож на Пригожина. То есть он такой же большой, толстый человек с лысой головой. И у него та же самая дата рождения, как и у Пригожина. И этот человек уже светился несколько раз. Он светился в 2020 году в Мюнхене. Он светился в Литве в 2021 году. То есть его Пригожин использовал в качестве такой торпеды, которую он троллил Европейский Союз и говорил, что вот вы, смотрите, я нахожусь вроде под вашими европейскими санкциями, а на самом деле я разъезжаю по Европе, как хочу. То есть он для этого, кстати, ещё использовал этих своих двойников. И вот, значит, когда мы всё это дело рассказали, люди заинтересовались чрезвычайно. И плюс появилась вот эта история с женой Красавина. Вот видите, издалека, если смотреть на этого Красавина, одетого как Пригожин, его отличить очень сложно. То есть он очень похож. У него такая же большая круглая голова, он плотного телосложения. И он, в общем, является практически двойником, но документально абсолютный двойник. У него абсолютно его зовут по паспорту Евгений Викторович Пригожин. И поскольку у него ни другого паспорта нету сейчас, то Следственный комитет и сказал, что вот в списке числился Евгений Викторович Пригожин. И вот есть человек, у которого паспорт Евгений Викторович Пригожин. И поэтому его ДНК соответствует заявленному человеку. И вот таким образом мы сделали вывод, что Следственный комитет сказал, что не Пригожин настоящий погиб, а что погиб какой-то человек, которого звали Евгений Викторович Пригожин. Когда появилась его жена, это чрезвычайная вещь, конечно, потому что это просто подтвердило эту версию. Потому что вот чтобы развеять все истории с двойниками, все сомнения, они должны были тогда прийти супружеской парой. Значит, Евгений Викторович Пригожин, который бывший Леонид Николаевич Красавин, с супругой, значит, все в чёрном, должны почтить память, были прийти на это кладбище, почтить память своего бывшего начальника. Но пришла только она одна. И поскольку пришла она одна, то совершенно логично стали мы дальше продолжать и сказать, что она пришла на могилу своего мужа, которого звали Евгений Викторович Пригожин 2019 года, из 2018 года. У него был первый паспорт, ему выдан заграничный, в 2018 году, который действительно, кстати, по сентябрь этого года. А второй паспорт у него был выдан ему в 2019 году, который действительно ещё аж до следующего года. Так что она на самом деле пришла поклониться своему супругу, которого звали Евгений Викторович Пригожин. Правда, до этого, до 2018 года, его звали Леонид Николаевич Красавин. Но что интересно, что кроме жены этого Красавина, на могилу к Пригожину приехали и его другие родственники, якобы настоящие, это вдова и в том числе дочь. Они приехали тоже утром 30 августа на кладбище. Вот это дочь Полина, старшая дочь Пригожина. И ранее сообщалось, почему эти похороны были закрыты. Якобы так захотели родственники. Но что это за такой режим секретности? Ну это же герой России, как они там называют. И кто тогда был на самих похоронах, если его родственники настоящие приехали только сегодня? Ну на самом деле там всё очень любопытно, потому что все похороны Пригожина в Ленинграде вылились в такую же игру в пряталке, которую Пригожин нам устроил со своими паспортами. Потому что мы рассказали о его двойниках административных, то есть людей, у которых есть такие же паспорта на ту же самую фамилию, отчество и имя. И плюс у него же ещё было много паспортов на чужие фамилии. То есть вот Пригожин сам себя выдавал за, допустим, Гейлера Дмитрия Исааковича, Боброва Владимира Васильевича, за Семёнова Олега Юрьевича. Все с паспортами, все с номерами и так далее. И всё это выдано официальными органами, там ЗАГС, милиции и прочих всяких дел. Но самое интересное, что его похороны, значит, их организовали в нескольких местах прощания, потому что журналисты хотели, конечно, снять эти похороны, снять, кто туда приедет, кто будет прощаться, как всё это будет проходить. И для того, чтобы всё это дело запутать, организовали три места. На всех питерских кладбищах сказали, что будет храниться, будет скоро какая-то могила, но никто не знает, где и чего, и куда. И в итоге состоялось это на Прохоровском кладбище, которое, кстати, для питерцев, коренных, имеет очень неприличное название, потому что оно находится за рекой, название которой «Лупа». И вы можете посмотреть у Невзорова, что если за рекой «Лупа», то можете представить, как это называется на самом деле среди коренных питерцев. Там, в общем, очень неприличная штука. То есть таким образом, это, знаете, Невзоров сказал, что таким образом Путин над ним ещё поиздевался и во время похорон. Ну, правда, у него там на этом старом петербургском кладбище был похоронен отец, которого он там не знал практически. То есть кладбище полузакрытое, там можно хоронить только в могилах к родственникам, которые уже там похоронены. То есть никого нового туда уже не принимают. И таким образом ему сделали ещё такую нехорошую историю с нехорошим названием, которая давно прилепилась к этому кладбищу. Уже там много-много лет, о чём сообщил нам Невзоров. Вот на могиле главы Вагнера на этом же кладбище корреспондент телеграм-канала «Можем объяснить» насчитал девять венков. От мамы, от Полины, Паши и Ники — это дети Пригожина, от Славика и Жени — это внуки, от семьи и родственников, от бойцов и командиров ЧВК. Ещё один отправитель оставил цитату из мерча ЧВК «Груз 200, мы вместе», ну как раз в точку. Но только не было венка от супруги покойного, о любови Пригожиной, и не было даже прощальной надписи от ней. А вот что вообще с семьёй настоящего Пригожина? Он их как-то уберёг? Ну, я так думаю, что семья настоящего Пригожина, если он действительно жив или в другом месте, если это погиб двойник, у них сложная ситуация, потому что, с одной стороны, им надо играть вот эту комедию, значит, ходить на кладбище, там, плакать, там, одеваться всё чёрное, делать вид, что это настоящий Пригожин. Вот, или, значит, потому что иначе за ними будут там, ну, грубо говоря, на них будут давить, за ними будут охотиться спецслужбы, Путин и их может убить. Да, вот мне уже, кстати, задавали вопрос такой. Сегодня у меня было интервью на одном из арабских каналов, которые, кстати, весьма заинтересованы с Пригожиной. Кстати, арабские каналы, которые говорили, что Пригожина уже видели в Африке, уже видели на Ближнем Востоке, что он живой и здоровый там и так далее. Они первыми, кстати, запустили эту информацию о том, что никакого Пригожина не убили. Вот, но самое главное другое. Вот то, что вы спрашивали, то, что люди спрашивают, почему не было никого из официальных лиц. Я вам, кстати, говорил во всех интервью, что Путин не может туда приехать. Путин не может приехать, потому что Путин назвал Пригожина в любом случае предателем и назвал мятежником. И поэтому никакого героя России уже не хоронили. На самом деле, Путин должен был опубликовать указ об отмене, об отзыве всех должностей, всех званий, всех медалей у Пригожина, потому что нельзя человеку, который устраивает, будь мятеж против государства, вооруженный мятеж, оставлять все это дело. И то есть наверняка есть какой-нибудь секретный указ, по которому его уже лишили звания Героя России, его лишили всех орденов, заслуг и так далее. И, конечно, никто из официальных лиц не мог приехать. Ну что, губернатор Петербурга Беглов, что ли, приедет? А Кадыров? Ну, Кадыров. Кадыров далеко. Кадырову показали... Но он же его союзник. Кадырову сказали, что, слушай, союзник, будешь, так сказать, дальше продолжать делать то, что продолжаешь делать, окажешься там же и в таких же условиях. Вот было бы смешно, если бы Кадыров сел на самолет и полетел бы хранить Пригожина и упал бы в том же самом месте еще со своим самолетом. Это было бы тогда вообще очень прикольно. Нет, ну я так думаю, что Кадыров, в общем, он человек хитрый и он прекрасно понимает, чем для него может закончиться вся эта история, если он начнет дальше, так сказать, гнать волну. Потому что, конечно, его тоже там, ну, не в самолете, его могут там... Они в горах, на него может лавина какая-нибудь сойти, на него может сойти какой-нибудь камнепад. В Чечне это обычное дело, так сказать, там регулярно это происходит. Вот поэтому там даже самолет никакой не надо будет бразильский терять из-за этого. Вот, нет, к нему никто не мог приехать, потому что, во-первых, он со всеми переругался, с официальными лицами, с многими, да, вот там с губернатором Бегловым, с Санкт-Петербургом. Просто там у него была проблема огромная, потому что тот ему не давал разрешения на функционирование вот этого ЧВК-центра в Петербурге, а Пригожин продавил это через Путина. Вот, ну и так далее. В общем, всё здесь понятно. Пригожин был уже предателем. А к предателю никакого воинского караула, никаких воинских почестей, ничего. «Собаки, собачья смерть», как говорили в каком-то там старинном советском романе «Шпионском». Вот, и по этому поводу… Ну, сейчас, кстати, не хотели, чтобы это вылилось в какие-то народные волнения, там, я не знаю, чтобы какие-то там вагнера там собрались, там, несколько сот, тысяч и так далее. Кстати, вот этого Чекалова, когда хоронили, там человек 200 всего пришло, да, то есть там тоже было не очень много. Ну, толпа такая, как бы на фотографии может выглядеть солидно, но вот реально, если вы там в жизни, да, то 200 человек – это мало для такого человека, а для Пригожина совсем мало. У него там, в общем, говорили, что человек 40 всего было, вот таких самых-самых близких, самых-самых приближенных. Так а что дети Пригожина, их могут убить? Ну, Путин может убить кого угодно, мы же понимаем, да. Хотя, в общем, он… Вы знаете, Путин, самое главное, показал, что не только он слабый вот тогда, когда во время мятежа, потому что он сам не защищал город Москвы, он сбежал из Москвы, его не выстрелил никто защищать и так далее. Но самое главное, Путин показал, что он никакой не диктатор, что он не смог Пригожина посадить, арестовать, посадить и сделать с ним то, что он сделал с Карамурзой, с Навальным, с Яшиным и так далее. Потому что вот это полагалось Путину как главе государства сделать. А Путин это сделать не мог. Ну вот, по этому поводу ему оставалось только устроить ему авиационную катастрофу. Это сработало, кстати, на какую-то такую российскую мафиозную публику, которая любит смотреть «Крёстного отца», любит смотреть там «Бандитский Петербург». Вот Путин устроил Пригожину, кстати, смерть по «Бандитскому Петербургу» и похороны по «Бандитскому Петербургу». Вот так, как это делалось в 90-е годы. А государственный деятель Путин в этом смысле оказался очень слабым. И поэтому, конечно, он может сводить счёты теперь с семьёй. Но семья-то на самом деле не обладает никакими знаниями Пригожинская. Естественно, он не посвящал её ни в какие секреты свои военные, административные, экономические, бизнес-секреты. Они все были в стороне. Ну, там единственное, что на его супругу записана какая-то недвижимость, на его маму записано, кстати, очень много недвижимости. Его, кстати, мама добилась того, что сняли санкции Европейского Союза. Она сказала, что я не имею к своему сыну никакого отношения, у него свой бизнес, у меня свой бизнес. Она вот такая миллиардерша, вся такая крутая. Ну, на самом деле, ей наверняка в Кремле Путин сказал, что все твои миллиарды — это мои миллиарды. И, в общем, если ты будешь дальше так продолжать, то тебя может постичь такая же участь, как и Пригожина. То есть я так думаю, что вполне возможно, что больше всех рискует мать Пригожина, а даже не его жена и не его дети. Ну, кстати, не так давно жена Люба и вместе с дочкой Вероникой они отдыхали в Арабских Эмиратах. И они всё это выставляли на показ. Я даже предлагаю нам посмотреть маленький фрагмент. Дорогие мне юные друзья, я благодарна вам за ваши комплименты, но конкуренция среда, конкурентная среда всё равно существует. Это первое. Второе. Раз вы пацаны, дружбаны, иди-ка этот братан, будьте любезны, пока я вас не отмечу. Сама, лично, лично. Сделайте так, чтобы она была счастлива. Я сижу, курю на балконе. Я купила себе хуйню серёжки. Вот. Сижу, курю. Как у вас дела? Как там в России? Холодно, наверное, да? Ну вот. Кажется, что жизнь у них была хорошая, и, возможно, они даже не скорбят по отцу. Ну, я так думаю, что, во-первых, она сказала очень правильную вещь, хотя там был ужасный звук, и я, в общем, не очень сильно расслышал то, что она там говорила, но услышал какие-то ключевые слова. Она говорила про ключевую, про соревновательную среду, про конкурентную среду. То есть, грубо говоря, мы живём в... Там такие люди, как Пригожные, и мы его родственники, мы живём с акулами, и эти акулы пожирают друг друга, мы живём в банке пауков, и среди этих пауков нет никаких дружбанов, братанов и так далее. То есть все там друг дружку давят, и для всех это может в любой момент закончиться очень плохо, насколько я понял то, что она говорила. Вот. А если не говорил, то думала, по крайней мере. Ну, дочка его, конечно, просто... Да, которая там, я не знаю, из себя изображает, значит, инфлюэншушу, которая, значит, вам продаёт там какие-то серёжки. По-моему, кстати, я видел этот видос, она там матом ещё, кстати, добавляет какие-то слова. То есть она показывает, что она такая современная, совершенно отвязная девица, вот, которой, конечно, совершенно наплевать на всю эту войну в Украине, которая там с папиными миллиардами или миллионами готова жить за границей, вот в той самой за границей, которую ругают псевдопатриоты, где там все загнивают. И вот мы видели, как жена и дочка Пригожина на самом деле загнивали в этих Арабских Эмиратах или где там они были, на Ближнем Востоке, на Среднем Востоке. Вот, кстати, хотела у вас спросить по поводу ещё этой аварии, катастрофы, да, как там называют. Интересно, что этот самолёт Пригожина, он упал за 50 километров до резиденции Путина на Валдае. А вот так, возможно, это было выгодно всё не Путину, а кто-то хотел, чтобы этот самолёт и упал на эту резиденцию? Вы знаете, да, эта версия, кстати, вполне рабочая, что для Путина это не совсем выгодная вещь была. Потому что у Путина тогда, кстати, было мероприятие в Курске, да, в 80-летие так называемое Курской дуги. Он всё это с помпой показывал. Ему важно было, чтобы эта вся картинка прошла по телевизору, по всем телеграм-каналам, по всем информационным каналам. А она была смазана, потому что стали показывать довольно быстро катастрофы Пригожина. Все обсуждали Пригожина и про Путина. Все вспоминали только в том смысле, что вот Дон Корлеоне, Майкл Корлеоне сидит, значит, в опере, в то время как уничтожают всех его врагов, а он тут с оркестром посылает нам какие-то символические месседжи, что типа всех убью, а я при этом ни при чём, у меня алиби, вот видите, я в Курске сижу. Но на самом деле для Путина это было неприятно. Получилось так, что у него в 2000 году на шестом месяце или там на каком-то там, на пятом месяце его президентства у него была подводная лодка Курск, а тогда, когда он в Курске праздновал 80-летие Курской битвы, у него состоялся Пригожин. Значит, лодка утонула и Пригожин упал или самолёт с Пригожиным упал или с вагнеровцами упал. То есть для Путина это, конечно, было неприятно и вот этот символизм, что в 50 километрах от его резиденции Валдай, то есть, в принципе, да, это вполне возможно сделали какие-то армейцы, потому что у Пригожина было очень много врагов, надо понимать, да, и прежде всего те люди, кстати, самая рабочая версия, кстати, это рабочая, это версия мести за сбитые вертолёты и самолёты российских вооружённых сил, которые там пытались наблюдать и даже не останавливать этот самый мятеж 24-го числа, а просто наблюдать, но были сбиты этими самыми Пригожинцами во главе с Уткиным. Вот, это дело, не было расследовано, Путин этому делу не дал нормального хода, он не встретился с домами и с детьми этих погибших лётчиков, он их не наградил, то есть, может, наградил, но секретным указом, то есть, никакой публичности в этом смысле не было, и вполне возможно, что накопилась очень большая злость в армии на Пригожина за это, в армии Пригожина вообще не очень любили некоторые люди, он же на Шойгу нападал, на Герасимова нападал, на армию нападал, он требовал себе боеприпасы за счёт соседних частей армейских, то есть, вполне возможно, что его очень сильно ненавидели люди, и мы обратили внимание, что в тот же день утром объявили о том, что сменили командующего воздушно-космическими частями Суровикина, а Суровикин, я вам напомню, что этот вид вооружённых сил вообще его не существует ни в одной стране мира, так как существует теперь в Российской Федерации, потому что он объединяет, с одной стороны, военно-воздушные силы, силы противовоздушной обороны, вот этой самой ПРО, и одновременно ракетные силы стратегического назначения, то есть, это такой огромный-огромный вид войск, которого не было в Советском Союзе, но туда входит противовоздушная оборона, и это означает, что возможно Суровикину, как начальнику этих воздушно-космических сил отдали приказ сбить самолёт Пригожина, а он, может быть, сказал, да я, может быть, не стану выполнять этот приказ, и тогда его сместили, и новый начальник воздушно-космических сил отдал приказ и его сбили. То есть, здесь вот такая интрига ещё может быть. Речи о международном расследовании катастрофы самолёта Пригожина не идёт, сообщил сегодня Песков. Одна из версий причин катастрофы преднамеренное злодеяние, отметил пресс-секретарь. Ну и также Россия отказала Бразилии в участии в расследовании падения самолёта Пригожина. Это потому, что они боятся, что тайно их раскроется? Да, конечно, они боятся, и это, кстати, очень глупая вещь, и она против них обернётся, потому что формально, конечно, формально, конечно, они могут не привлекать ни производителя самолёта, ни, значит, международную организацию авиации, гражданской авиации ИКАУ, потому что это произошло внутри Российской Федерации, это был внутренний российский рейс, и таким образом есть внутренние российские структуры, которые расследуют это дело. Но по всем международным документам есть рекомендация. Рекомендация такая, что когда у вас там что-то случается с иностранным бортом, то вам серьезно рекомендуется всё-таки привлечь производителя этого самолёта, потому что а вдруг это по вине самолёта, и тогда производитель должен знать, что у него там какие-то вещи может быть не совсем доработаны, чтобы внести исправление какие-то в свои другие самолёты, которые летают. Но бразильский самолёт, кстати, на котором они летели, это хороший самолёт, у него хорошая репутация, вот, и центр бразильский по расследованию всяких таких вот авиационных происшествий, он сказал, что, конечно, они не обязаны нас привлекать, но это было бы сильно желательно, и, в общем, Российская Федерация сильно потеряет, если она не задействует международных экспертов в расследовании этого инцидента, потому что тогда всё это расследование будет рассматриваться как сквитное, как секретное и как подделанное. вот, ну, Путину, срок говоря, это на это наплевать, потому что он, в общем, врет каждый день, они подделывают, что только они не подделывали, да, Путин подделывал что угодно, вот, и, конечно же, они не захотят привлечь международных экспертов, потому что им же надо будет показывать всё. Им надо будет показывать расшифровку чёрных ящиков, им нужно показывать расшифровку переговоров с диспетчерами, настоящие паспорта, кто там сидел, где сидел, как готовился самолёт, как его, мы, кстати, обсуждали уже и в ваших эфирах в том числе, на вашем канале, что этот самолёт ставился на какой-то внеплановый ремонт, что было, почему его поставили на внеплановый ремонт, кто его производил, что там было, Кто виноват в этом неплановом ремонте? Потом там выяснилось, что возникали какие-то покупатели, которые буквально за несколько часов до вылета этого борта приходили с камерами, с смартфонами, снимали внутренности самолёта, хотели вроде перекупить упригоженный этот самолёт. То есть там вообще много чего есть расследовать и много чего, что Российская Федерация не захочет никогда рассказать никаким иностранным экспертам. Давайте поговорим о других самолётах. 30 августа массированно атаковали неизвестные беспилотники России. Взрывы раздались в аэропорту Пскова. Также БПЛА нанесли удары по Московской, Орловской, Брянской, Рязанской и Калужской областях. И также был атакован Крым морскими дронами. Представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил, что уничтожены 4 транспортных самолёта Ил-76 во время ночной атаки дронов на Псков. Число повреждённых самолётов уточняется. Но РосСМИ писали о том, что приблизительно это может быть 7 таких самолётов. Предлагаю послушать, как на это всё реагировала сегодня российская пропаганда, а именно пропагандист Соловьёв. Доброе утро, дорогие. Хотя я знаю, какое оно доброе, слушайте. Что в этом утре есть доброго? Вот скажите, я просто хочу понять. Я, реально говоря, хотел бы сначала обратиться ещё раз, в том числе и к губернаторам. Хватит играть в блогеров. Что вы творите? Что вы выставляете фотографии? Куда попало? Как попало? Что горит? Что должно ещё произойти, чтобы в головах появилось прояснение? Сообщите людям в рамках выбранной страной информационной политики. Не выкладывайте, не давайте радости улюлюкане подонкам, которые осуществили теракты на территории нашей страны. Осознайте уже, что идёт война, которая включает в себя в том числе информационную составляющую. Учитесь у Собянина, у Воробьёва. Мощнейшая атака. Почему она была возможна? Откуда она произошла? Есть потери на нас военно-транспортной авиации. Что очень плохо. Почему? Во-первых, эта акция готовилась? Информация об этом была? В достаточном объёме и понимании для того, чтобы предотвратить? Нет. Цели были разведаны? Благодаря в том числе аэрокосмической разведке НАТО мы по-прежнему относимся к ним как ну вот, ну слушайте, они выполняют задачи военные, направленные против нашей страны, должны быть уничтожены. Мы подняли авиацию, отогнали. Что они при этом? Не наводят вражеские беспилотники? Наводят. Ой! Это приведёт к тому, что мы прямую столкнёмся с НАТО. Массовая атака беспилотников по объектам России. Псков, это вообще что такое? Давайте разобьём на ряд очевидных вопросов. Ну это уже немножечко длинный синхрон у нас получается. Я предлагаю его удачу. Там ещё интересно, когда Соловьёв начал кричать о том, что нужно бить по странам НАТО, ведь ДРГ якобы оттуда заходили. И мне что понравилось, как он сказал, если мы не можем справиться с беспилотниками, как же мы будем справляться с F-16? Ну, мы видим, что это не просто уже информационный эффект, но и военный. Да, это отличный военный эффект. Это вообще отличная новость, потому что мы к ней потихонечку готовились. И, кстати, в предыдущих эфирах мы обсуждали историю о том, что Украина, судя по всему, поставила на какой-то поток производства собственных дронов, воздушных и военно-морских. Кстати, россияне это поняли, потому что вот сегодня у нас ещё была фотография о том, что Керченский мост весь обставлен баржами, судя по всему, для того, чтобы защитить от этих морских дронов, потому что они, наконец, поняли, что если этого не сделают, то он будет следующим объектом такой атаки. Ну, а здесь Соловьёв, на самом деле, сказал всё то, что до него говорил Пригожин, что до него говорил Гиркин. И вот я так думаю, вот вы знаете, меня ваши коллеги спрашивали, а кто будет следующий? Следующий в СИЗу Лефортова сядет Соловьёв, потому что если он так дальше будет продолжать, то его посадят. Его посадят так же, как посадили Гиркина, потому что он говорит один в один то, что говорил Гиркин. Вот он говорил, что у нас бардак, у нас никто ничего не защищает, у нас все губернаторы работают на врага, у нас вся разведка и контрразведка работает на врага, потому что ничего не делает. Да, то есть Соловьёв явно набивается на то, чтобы его посадили в камеру к Гиркину. Вот, я только думаю, что рано или поздно посадят. Но на самом деле это же замечательная вещь, потому что, когда в стане врага такие люди, которые начинали с того, что говорили, за два дня и Киев наш. Да кто там будет бороться? Да кого? Да что это за страна такая? Да какие вооружённые силы? Не смешите нас там! И так далее. И который теперь кричит, что не публикуйте ничего, потому что враг будет знать, что у нас там всё разрушено. А самое главное, наше население будет знать, что враг знает и может бить, добить куда угодно аж до Пскова. Да, и самое главное, но видите, он не хочет признать, что это украинские дроны могут залететь, долететь за 600, за 700 километров аж до Пскова, до Питера, там ещё куда-то. Он говорит, что это там из Латвии, там из Финляндии. Ну что, на Финляндию, на Латвию будете нападать? Ну давай, давай, парень. Один вот такой уже говорил, что мы, вагнеровцы, пойдут на Польшу, пойдут на Литву. Вот закончил он самолёте в разбитом. В общем, это хорошая, хорошая новость, это хорошая, поэтому мы дали послушать нашим зрителям, как они, значит, там с пены урта друг друга, друг дружку теперь критикуют, потому что Соловьёв, откровенно говоря, говорит, что военные командования Путин ничего не умеют делать. Просто ничего не умеют делать, и страна не защищена. Если у нас дроны летают куда угодно и так наносят такой ущерб, то всё, война вернулась к нам, и он об этом сообщает российским зрителям. Слава Богу, отлично. Вот российским зрителям, значит, теперь надо просто сопоставить данные всякие, да, и понять, а кто виноват во всём этом деле. Ну, у них, конечно, там с когнитивными свойствами проблемы, у них когнитивный диссонанс часто бывает, да, потому что они забывают, что эту войну начал Путин, и что всё то, что происходит сейчас в Российской Федерации, это потому, что Путин начал эту войну. Это не потому, что украинские дроны летают, не потому, что там какие-то нехорошие люди западные, а потому, что Путин начал войну, не будучи к ней абсолютно готовым. И вот когда у них это срастётся в голове, вот тогда они скажут, а может быть, Пригожин правильно шёл на Москву, чтобы там выяснить отношения с Путиным и, возможно, даже его сковырнуть. И, может быть, даже не только люди, которые сидят перед телевизором и смотрят Соловьёва с попкорном или там с водкой, с солёными огурцами, но и люди, которые на фронте сейчас с оружием в руках скажут, нам надо ещё дальше продолжать умирать ни за что. За какого-то там Путина и за какого-то Соловьёва с его итальянскими виллами. А ну-ка, давайте-ка мы вернёмся в Москву с нашим оружием на наших танках. И кто нас остановит? Вот Пригожина, никого же не нашлось остановить? И нас не остановит. Вот, кстати, я когда смотрела сегодня реакцию россиян на эти дроны, на взрывы, и там было одно видео, где один россиянин сказал «Добро пожаловать в 24 февраля, товарищи». Вот, когда у них наступит то, что они все поймут, что это война, которую развязал Путин? Да, это очень хорошая реакция. Таких, к сожалению, пока ещё не очень много. Вернее, скажем так, их уже много. Просто не все ещё отваживаются это сказать на камеру. Не все ещё отваживаются сказать это. Потому что вы же понимаете, человек, который скажет на камеру, в России может сесть в тюрьму. Ему могут сразу семь лет за оправдание чего-то и так далее. Но они все это понимают. Особенно молодёжь это понимает. Там остались только старые пердуны, которые всё ещё мечтают о каком-то там Советском Союзе. И, кстати, которым абсолютно наплевать, что будет с этой страной. Абсолютно наплевать, что уничтожается самое активное население. Молодые, среднего возраста люди, которые самые активные, у которых есть семьи, которые всё это дело теряют. Их-то пердунов этих не пошлют на фронт. И они поэтому ходят с этими звёздочками, старухи какие-то, выжидшие из ума. И старые пердуны ей говорят, мы должны показать всему миру, какая у нас Российская Федерация сильная. Российская Федерация на прошлой неделе показала, какая она сильная, когда Луна-25 у неё разбилась на Луне. Вот во вся сила Российской Федерации. Сергей, огромное вам спасибо за интересный разговор. Как всегда, всё очень замечательно, чётко, лаконично, ну и самое главное, интересно. Спасибо за то, что вы присоединяетесь к нашему эфиру. И я попрошу наших зрителей напишите свои комментарии, поставьте обязательно лайк этому видео. Ну и, конечно же, подписывайтесь на YouTube-канал 24 и на YouTube-канал Сергея Жирнова. Его можете найти в описании под этим видео. Всем спасибо за внимание. Желаю вам только хороших новостей и хорошего настроения. До встречи!